В этом видео мы продолжаем с вами разбирать замечательный конструктор страниц прямо на хостинге. Поговорим сегодня, как создавать дополнительные пункты меню и другие возможности. Меня зовут Федор Васильев и поехали! Итак, если вы это видео смотрите впервые и еще не вниклись, о чем здесь пойдет речь, я предлагаю вам ознакомиться с предыдущими уроками данной серии. Вы найдете их в выносках в данном видео или посмотрите на моем канале в плейлисте. Итак, мы с вами остановились на том, что создали небольшой, несложный лендинг с тремя пунктами меню, но эти менюшки у нас просто как якоря. Давайте посмотрим, как создавать здесь дополнительные пункты меню. То есть мы с вами редактировали готовый шаблон и изменили только то, что имели. А теперь будем смотреть, как добавлять что-то, то, что нам необходимо, что нужно. Помимо меню здесь еще много чего есть. Будем рассматривать по ходу дела. Но начать хочется именно с меню, потому что это важная вещь. Давайте о нем более детально поговорим. Итак, я зашел в режим редактирования. То есть я напоминаю, я зашел из панели админки хостинга justhost.ru, directadmin и вот здесь вот есть конструктор сайтов. Бесплатный конструктор. Естественно, здесь я уже все изменил под себя. Опубликовал сайт на TestMDomain. Это было все в прошлых уроках. Итак, давайте поговорим про меню. Переходим вот здесь вот по карандашу. Мы с вами разговаривали про свойства в прошлых уроках. Как добавить новый пункт? Здесь вот есть редактировать меню. Или новый элемент меню. То есть если редактировать, видим существующие наши менюшки. Хотя здесь можно добавить новый элемент. То есть это то же самое действие. Новый элемент. Открывается такая страница. Также мы можем попасть сюда на новый элемент меню. То есть вот она страница. И здесь есть несколько типов меню. Название страницы. Новая страница в принципе так и оставим. И есть два выбора. Страница и ссылка. Страница по идее должна создавать именно еще одну страницу. А не прокрутку по странице. То есть у меня почему-то в этом меню не получилось сделать. Хотя должно было так сработать. То есть смотрите что происходит. Здесь идет копировать шаблон. И с какой страницы. То есть вот именно внешний вид. У нас есть главные услуги и контакты. Откуда скопировать. То есть впоследствии то что скопируется. Мы с вами поменяем уже под другие какие-то нужды. То есть например нам нужно сделать внутреннюю какую-то страницу. Для какой-то другой информации. Например страницу контактов более расширенную. Пускай называется новая страница. Я вам просто покажу. Смотрите. Добавляем пример. Добавляем применить. Нажимаем. И вот здесь вот новая страница. Если мы сейчас это сохраним. Опубликуем. Пойдем на сайт. Обновим страницу. То есть вот у нас якоря есть. Новая страница. Видите получается. Здесь добавляется новый блок внизу. Либо это какой-то глюк в системе. Потому что в начале перед уроком когда я готовился у меня создавалась новая страница. Но я вам сейчас покажу. Так сказать лайфхак. Как все-таки добавиться новую страницу. Что мы делаем. Мы с вами заходим в карандаш. Редактировать меню. Можем здесь по крестику кликнуть. Удалить меню. Применить. Здесь есть вот видите меню. То есть если не получается сделать у вас в основном меню. Где вас прокручивает какую-то внутреннюю страницу. Можно вот отсюда вытянуть меню. Пускай это будет новая страница. Называется она страница. Может копировать. Пускай все. Из главной. Нажимаем применить. Она видите как бы выглядит отдельным элементом на странице. Но мы можем ее вот сюда вот разместить. Но при этом общий якоря переместить на задний план. Ну чтобы контакты не перекрывали нашу кнопку. Которую мы добавили. Давайте посмотрим как это на сайте будет. Переходим на сайт. Единственное здесь расстояние. Можно немножко подвинуть новый пункт чуть дальше. То есть это у нас все услуги. Это все якоря. А вот это. То есть вот у нас прокручивает. А вот новая страница. Открывается прямо вот новая страница. Со всеми данными которые мы можем здесь заменить. Причем в адресной строке. Надо сразу обратить внимание. Что здесь есть. Так сказать альяс. Его здесь нельзя оставлять на русском языке. Я сейчас покажу как его здесь править. То есть это у нас получается ЧПУ. Человекопонятные урлы. То есть наше меню вы можете выделить. То есть видите он когда выделяется. Пунктирные линии помечаются. И прям стрелками на клавиатуре. Я могу вот так вот двигать прямо на холсте нашего сайта. То есть если мы оставляем такого вида. И заходим с вами в шестеренку SEO. Здесь будут все наши пункты меню. То есть новая страница она у нас вот отдельная. И вот здесь вот удобный для пользователей URL. И вот вместо нового страница надо написать латинскими буквами. Главное чтобы это не было по-русски. Давайте я напишу демо. Чтобы продемонстрировать вам. Также вот эти якоря тоже имеют русские окончания. То есть если вам это не нравится. Вы считаете это неправильно. Здесь тоже можете прописать название якоря. Потому что когда мы с вами прокручиваем страницу. То вот здесь вот в адресной строке. Тоже на русском языке подставляется якорь. Это тоже можно изменить. Итак на новой странице у нас теперь ЧПУ не русскими буквами. Давайте посмотрим. Применить. Эти все манипуляции с меню конечно нужно делать до того, как вы сайт отдадите на съедение Яндексу и Гуглу. То есть перед тем, как эти поисковые системы начали индексировать ваш сайт. Обязательно. Только перед этим. Как только все пункты у вас настроены готовы, только после этого вы отправляете сайт в поисковые системы. То есть говорите поисковикам, что вот есть новый сайт. Чтобы вас впоследствии находили ваш сайт через интернет. Смотрим на сайте. Вот сейчас главное. Смотрите новая страница. Открывается новая страница. И здесь у нас через слэш подставляется демо. То есть здесь у нас с ЧПУ все нормально. Все хорошо. Итак, давайте я временно эту страницу пока скрою. Можно перейти редактировать меню. И пункт меню не показывать. Этот пункт применить. То есть пока его здесь нет. И давайте посмотрим, что здесь есть еще. Итак, можно отсюда добавить новый элемент. То есть новая страница. Как добавлять мы с вами разобрались. Есть теперь еще ссылки. И есть несколько вариантов. Первый вариант, по сути, это прокрутка до нужной страницы. Дополнительной. То есть по идее должна быть внутренняя страница. Для главной. А следующая внешняя ссылка и якорь. Ну и четвертый вариант пустой. То есть пункт меню будет висеть в меню. Но он будет абсолютно не кликабельным. Если мы это выберем. Давайте с вами рассмотрим внешний урок. Вешу я сюда, например, ссылку на группу ВКонтакте. Например, назовем VK. Применить. Здесь, смотрите, VK открыть в новом окне. Можно выбрать. Это очень удобно. Ставим галочку. Применить. Опубликовать. И посмотрим напрямую на сайте. Обновили страницу. Видим VK. Пункт меню добавлен. Кликаем на VK. И действительно в новой вкладке открывается группа ВКонтакте. Итак, с меню разобрались. VK я удалю. Кстати, можно вот так перемещать. Зажать левой кнопкой мыши пункт. И, например, менять местоположение. Вот смотрите. VK теперь видите в середине. Итак, любой пункт меню. И удалять также можно любой пункт здесь. По крестику. Применить. Возвращаем наш пункт меню. Будем работать с ним. Просто на новой странице я хочу показывать вам различные возможности данного конструктора. Те моменты, которые я еще не оговорил. Итак, мы имеем с вами дополнительную страницу. Переходим также на нее в режиме редактирования. И что мы делаем? Давайте мы уберем с вами картинку. Повесим заливку. То есть цвет. Какой-нибудь серый. Применить. И уберу. То есть сделаю прозрачный. Наложение. Применить. Применить. Также. Выделяем, удаляем все элементы. И здесь в свойствах отступ можно сделать побольше. Смотрите, что происходит. Мы не удаляем все элементы со всех страниц. Сейчас я вам покажу наглядно. Перехожу на сайт после публикации. Обновляюсь. Вот видим серый фон. То есть у нас вот есть холст для новой страницы. Где мы будем сейчас размещать какой-то свой контент. Если мы перейдем на главную, то здесь у нас все в порядке, как и было. Якоря. Все работает. Но есть и дополнительная страница. И на этой странице, соответственно, будем рассматривать интересные новые возможности. Мы с вами научились редактировать шаблон. А как добавлять свои элементы? Например, как добавить на новую страницу текст? Начнем сначала. Вот здесь вот есть инструмент текст. Просто перетаскиваем его сюда на холст. У нас сразу открывается панелька. Пишем заголовок. То есть редактировать вы уже умеете. Например, заголовок первого уровня. H1. То есть он уже более большего размера. Например, цвет. А вот этот цвет у нас делает, получается, заливку за заголовком. Вот вы это видите. И, соответственно, можно растянуть область редактирования. Получается у нас вот такой вот заголовочек. Давайте посмотрим на сайте. Обновляем страницу сайта. Вот вы теперь умеете добавлять отдельные какие-то текстовые слои. Давайте напишем прям сознательно. Галерея. Если нужно убрать заливку, кликаем по цвету здесь и делаем автоматически. И у нас остается только цвет текста. Пускай это будет какой-нибудь синий. Вот так вот. Так, с текстом разобрались. Дальше, смотрите. Вставить какую-то фотографию свою. Вот есть тут прямо элемент фото. Перетаскиваем сюда. Здесь, я думаю, вы уже разберетесь. Мы с вами уже фото редактировали. Здесь нужно будет только разобраться с размером. То есть вот так вот размещается фото. Более детально здесь я не останавливаюсь. Уже здесь, думаю, справитесь. Потому что мы уже редактировали этот элемент. Вот есть галерея. Галерею мы с вами еще не смотрели. Пускай это будет страница галереи. Вот есть значок галереи. Перетаскиваем ее также на холст. Нам предлагают закачать. Давайте сразу. То есть прямо выделяете несколько изображений. Я выбрал три. То есть для галереи, да? Давайте посмотрим лучше здесь. И здесь выберем здесь вариант побольше. Давайте выберем несколько штук. Из готовых, чтобы посмотреть, как это будет в галерее. Применить. То есть сейчас идет скачивание ресурсов в галереи. Так, вот такая вот галерейка. Давайте ее как-то сделаем. Растянем. Здесь есть такая возможность. Здесь есть сразу ползунок. Но он, видать, будет работать только на сайте. Сейчас проверим. Давайте на этом уровне посмотрим, что у нас происходит на сайте. На сайте ползунок у нас работает. Нам останется сейчас разобраться с этим черным пространством. А так, в принципе, миниатюры выводятся. И при клике открывается в лайтбоксе. Есть стрелочки, навигация, управление. Можно просматривать галерею. То есть достаточно все пока нормально. У галереи есть свои настроечки. Давайте посмотрим. Изменить изображение. Есть вкладка «Изменить тип». Где еще есть выбор слайд-шоу список. Изменить цвет. И свойства. И смотрите, как у меня получилось выровнять, чтобы убрать вот эту черную область. И галерейка была более-менее уже подобающе выглядела. То есть я зашел в настройки. Свойства. Свойства. Выбрал на полную ширину. Нажал «Применить». Она, конечно, растянулась во всю ширину браузера. Потом я убрал галочку. Нажал «Применить». И галерейка сама растянулась так, как нужно. То есть у нас получается 4 изображения в ряд. Давайте рассмотрим другие возможности. Например, после всех изменений вы захотели добавить дополнительные изображения в галерею. То есть здесь «Общее». Кликаем вот сюда. Либо загружаем с компьютера, либо добавляем какое-то еще изображение. Нажимаем «Применить». «Опубликовать». Посмотрим сразу на сайте. И в самом конце изображения, вот видели, я оленя добавил. Оно у нас помещается. Цвет фона. Это тот самый фон черный, который у нас изначально был. Такая подложка сзади. Можно сделать не такой ярко-черный. Сделать посветлее. Дальше «Рамка». Если нужна рамка, у нас уже есть 5 пикселей. Но нету стиля. Если выбираем, здесь сплошная пунктирная точка, двойная. То есть, то будет и рамка. И цвет рамки можно задать. Но я не буду задавать цвет. Изначально, видите, помечена синий рамочкой. Вот здесь вот это тип галереи. Сейчас она у нас выглядит вот именно так. Можно, чтобы это было как слайд-шоу или список. Дальше можно выбрать ширину миниатюры и высоту миниатюры. У нас сейчас она квадратная. 290 на 290. Соответственно, это у нас вот эти вот миниатюрочки. Их можно изменить по желанию. Размер их. Я не буду менять размер. Выравнивание. Также все галереи по центру слева-справа. Давайте вот посмотрим слайд-шоу. Кстати, видите, эти настройки действуют для вида галереи миниатюры. Если выбираем слайд-шоу, то здесь добавляется новая опция ниже. Отступы в галереи. Изначально 0. Изменение частоты показа изображений. То есть здесь автоматически будет перелистывание. Стоит десятка. Возможно, это 10 секунд. Сейчас проверим. Да, это секунды. Видите, у нас подсказки подсказаны. Введите 0 секунд, чтобы выключить автоматическое переключение изображений. То есть если вам не нужно автоматическое переключение, ставьте 0. Давайте поставим 3. И есть еще автоматическая подрезка. Пока не будем использовать. Нажмем применить. Вот так это выглядит. И даже здесь в режиме редактирования через 3 секунды вы видите, слайд заменяется. Давайте нажмем опубликовать. Посмотрим на сайте. Конечно же, для вашей галереи я рекомендую изображения сначала все подготовить одного размера где-нибудь в фотошопе, чтобы избежать дальнейших каких-то проблем, таких вот зазоров. Видим автоматические слайды меня. Видно, что у нас по бокам черные зазоры. Это все, конечно, можно настроить. Также по стрелочке слайды перелистываются. Возвращаемся в режиме редактирования. Соответственно, цвет фона вы можете убрать здесь. Сделать прозрачный. Тогда этих черных, видите, вот зазоров сейчас не будет. Автоматическая подрезка. Давайте посмотрим, что это. То есть оно подрезается, скорее всего, по всей ширине каркаса галереи. И это действительно смотрится интересно. То есть если у вас так получается, что вы загрузили изображение, и вы не хотите, ну, загрузили много изображений в галерею, не хотите их подгонять. То есть вы уже загрузили, да? Вам придется сейчас дополнительное действие делать. То можно, видите, вот подрезать. Такой вот есть вариант. Давайте на сайте обновим. Вот видите. То есть они становятся, все картинки как бы одного размера, но жертвуют какая-то из картинок, например, где-то подрезкой. Когда не подходят по размеру. Ну, как вариант тоже нормальный. Давайте рассмотрим еще здесь список. Выбираем список. Видим, что добавляется. Добавляется еще высота миниатюры, ширина миниатюры. Ну, это тоже все можете здесь поменять. То есть это практически тот же слайд-шоу, только внизу еще будут миниатюрки. Давайте применим. То есть это примерно как-то вот так. Так же идет автоматическая подрезка. Можно галочку убрать. Например, миниатюры я бы сделал меньше. Например, 100 на 100. Вот так вот. Вот это уже действительно галерея. Давайте посмотрим. Обновляем страницу. Идет автоматическое перелистывание слайда. Можно вот так вот в лайтбоксе это все увеличивать. Или по миниатюрам кликать и сразу переключаться. Видите, и даже стрелочки внизу тоже имеются. Вот такие вот, чтобы переключать миниатюры. То есть все у нас тут замечательно получается. Причем не забывайте, для мобильных устройств это все тоже можно здесь подстроить. Так же высоту самой галереи, да, можно зацепить за край и сделать ее, например, повыше. Вот так вот. То есть получается это изображение у нас основное. Оно у нас большего размера. Итак, мы с вами разобрали свойства галереи, да. Посмотрим, что здесь есть еще. Кликаем по карандашу. Остальные опции вам известны. Они дублируются из других. Но здесь есть, вот видите, изменить цвет. Изменить тип. Давайте изменить цвет посмотрим. Смотрите, что происходит. Мы, я меняю цвет. Фиолетовый. И получается, что... Давайте сохранимся. Получается, задняя подложка, видите, там не темная, фиолетовая. У нас получается. Вот это вот изменить цвет. Соответственно, пускай будет темный. Дальше изменить изображение. Но это та же вкладка с нашими изображениями, где мы можем загрузить. И изменить тип. Список. Слайдшоу. То есть это у нас меняется сразу в один клик. Это то, что мы с вами разобрали. Миниатюры. Вот вы это видите, да. То есть мы с вами более детально смотрели, а здесь можно прямо вот сразу вот так вот переключаться между тремя типами галереи. Мы с вами полностью разобрали плагин галереи. Давайте в этом видео еще раз смотрим плагин YouTube. Перетащим. Посмотрим, что это даст. То есть это видео с YouTube. То есть изначально, смотрите, вот пока никаких настроек мы с вами не сделали. Давайте посмотрим сразу на сайте. Пройдем на сайт, обновим страницу. Видим, открывается YouTube. Можно сделать во весь экран. То есть изначально работает. Давайте посмотрим настроечки. Перейдем в свойства. И здесь видите ссылка. URL на YouTube или ID клипа. Также можно выбрать, чтобы начиналось видео не с самого начала. Показывать элементы управления проигрывателя. То есть на ваше усмотрение можно скрыть. Показывать заголовок, видео и функции проигрывателя. То есть если нужно скрыть, можно скрыть. Использовать домен без файлов куки. Дальше мы имеем здесь еще свойства. Например, разрешение здесь не совсем правильно стоит. Давайте выберем ролик с YouTube и попробуем внедрить на страницу. Переходим на канал YouTube. Я возьму один из своих роликов. Здесь под роликом нажимаем поделиться. И здесь вот есть такой значок вставить. Вот смотрите, например, 560 на 315 размер. Возвращаем сюда. Ширина 560 на 315. Также отступ слева, отступ сверху. Применить. Отступы поменялись. Возьмем ID. То есть вот здесь внизу. Копируем. Попробуем вставить всю ссылку. Проставляем ее здесь. И посмотрим, будет ли она вся работать. А, ну у нас автоматически обрезается URL. Это очень удобно. И подставляется идентификатор ролика. И пускай начинается, например, с 30. Применить. Опубликуем. На сайте выглядит хорошо. Нажмем Play. У нас происходит проигрывание. То есть все работает. Элементы управления мы у плеера убрали. Поэтому не можем сделать на весь экран данное видео. То есть где-то это может пригодиться. Итак, мы с вами разобрали плагин Player YouTube. У нас остается еще достаточно много здесь интересных вариантов. И всяких фишек дополнительных. О которых мы с вами поговорим в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok